Грани русского раскола Григорий Распутин Грани русского раскола Покупайте в интернет-магазине концептуал.ру Эфир телеканала «Славянский мир» продолжается. Я приветствую всех наших телезрителей. На сегодняшний день существует множество мнений и споров по поводу того, как жили наши предки. Ученые, которые в прошлые века старались пролить больше света на нашу историю, подвергали гонениям и уничтожали их труды. Однако до сих пор есть много людей, которым небезразлична наша история. Один из них – наш гость, профессор МПГУ и доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Александр Владимирович, здравствуйте. Да, добрый день. Вот вы очень много времени посвятили изучению славянства. А какое сейчас место отведено этому? Если так в целом говорить, то перифериевное. Конечно, с 90-х годов прошлого века, но при советской власти это только начиналось, потом это уже более широко пошло, что возникал интерес к тому, что же все-таки представляли российские корни. Причем здесь надо говорить не только исключительно о русском народе, а о всех российских народах, которые проживали на территории, наименуемой России. Этот интерес вполне понятен, потому что людям было небезразлично, откуда они, чем дышали их предки. Но это желание всегда наталкивалось, и не только сейчас, но и 100-200 лет назад, а может быть и более, наталкивалось на сопротивление неких кругов, которым не нравилась эта тенденция, что люди хотят знать, откуда они произошли, кто были их предки. Потому что считалось, что достаточно, если они будут знать, что все предки жили исключительно в церковном формате византийского разлива. И это, собственно говоря, дает исчерпывающие объяснения относительно нашего прошлого. И копаться далее считалось неприличным тоном. Ну, кстати, официальная точка зрения говорит о том, что в славянстве нет ничего интересного. Почему так? Так, это всегда... Опять-таки, не сегодня возникло, и не в 20-м, и не в 19-м веке. Это все раньше шло просто, это модернизировалось, эта точка зрения. Конечно, потому что... А что может быть интересного в суевериях, в темноте, в мракобесии там вот всякие эпизиты, можно и другие подобрать при желании. Ничего там быть хорошего не может, мысли никакой быть не может. Это просто такой некий примитивный лепет, и относиться к которому нужно в лучшем случае снисходительно. Часто вот с иронией просто такое относится. И эта точка зрения, она пестовалась всегда. Кстати, в зачинателях этой точки зрения, по большому счету, она не только касалась России, а в более широких масштабах, зачинателями были никто иной, как такие группы ученых, которые были объединены под сенью ордена иезуитов известного. Вот это орден иезуитов, это прежде всего научно-преподавательский, научно-образовательный орден, как мы все прекрасно знаем. И вот именно в этих кругах эта точка зрения изначально разрабатывалась, а потом она уже потекла, и не только в богословскую какую-то мысль, а и в светскую науку, и завоевала такое широкое мнение. И уже и в России, на самом деле, она обрела очень прочные основы, что это полный примитив, и спасение для этого детского лепета только в одном – это христианизация. А вот если она прошла, то тогда благо пришло, а если нет, то, к сожалению, с этим примитивом надо что-то делать. А вот что касается язычества и православия, давайте поясним эти понятия. Ну, с этим, конечно, вопрос-то сложный. И так вот, с наскоку, если кто-то попытается объяснить, это было бы наивно и, наверное, неправильно. Если мы попытаемся это сделать, то мы выходим на очень такую важную, скажем, цивилизационную проблему, на самом деле. Без понимания которой ничего осознать, разъяснить не получится. Смысл-то в чем? Что христианство и то, что называют язычеством, а я повторяю это слово, тоже придумано в тех же кругах, того же ордена, который, значит, это и начинал давать оценки народным верованием. Эта цивилизационная платформа язычества и христианства, они исключительно разные, чего не понимают. Вот, как мы сейчас только что говорили, язычество – это такой примитивный вариант, который должен как-то приобщиться христианству. То есть такое некое народное верование, такое некое бесплатное приложение, значит, главному. Вот такая вот схема, которая господствует в науке. На самом деле вот в этом-то и кроется главная ошибка. И язычество, или попросту говоря, народные верования и христианство, они выражают совершенно разные ветви цивилизации. Христианство, а потом и все, что возникло на базе, там наука в Европе, что, да, вот это вот, это такая механико-материалистическая модель мира. Рациональная. То, что сейчас и лежит в основе наук, это специализация там всякая научная, ну, что мы и наблюдаем все время. И христианство, в большом счете, оно обслуживает вот эту механико-материалистическое восприятие мира. Все, что туда не вписывается, это мракобесие. И нас уверяют, что кроме этой модели ничего нет. И быть не может. Вот здесь вот, как говорят, собака и зарыта там. А на самом деле народные верования, они с собой олицетворяют совершенно другое. Они олицетворяют совершенно иную картину мира. Эта картина мира можно назвать, если использовать современный термин, это вибрационное восприятие мира. То есть мир, как вибрационная среда. Казалось, может, для кого-то покажется, что это какая разница, значит, это все типа одно и то же. Это только кажущий взгляд. На самом деле здесь как раз находится развилка всей человеческой цивилизации. По какому она пути шла? Она всегда шла по пути восприятия мира, как вибрационной среды. И только с не очень давних пор, как может показаться, вся вот эта вот цивилизационная ветвь древности, она была задавлена вот этой механико-материалистической моделью, которая повлекла за собой уже совершенно иные последствия, включая и социальные. Вот в этом, собственно говоря, разница между языческим и крестьянством. Ну, про вибрации мы еще с вами поговорим. А что касаемо периода двоеверия? Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, вот многие исследователи сейчас и современные там в том числе такие известные и труды у них там сильные, вот они рассматривают этот период двоеверия, когда нельзя сказать, что христианство утвердилось полноценно. И первый в 19 веке, кто в полный голос об этом заговорил, это был большой, великий такой русский ученый Федор Иванович Буслаев из Московского университета. Ему, кстати, в этом году 200 лет со дня рождения, о чем никто не помнит. Вот он сказал в полный голос и вызвал негодование, что нельзя считать христианскую среду монолитной, что она действительно так утвердилась, что ни о чем другом говорить нельзя. Он совсем другой взгляд развивал, что христианство только наложилось на вот те народные верования, они начали взаимодействовать между собой, и этот период он называл двоеверие. Когда вообще сложно расплестись, что же там на самом деле, это как раз касательно христианской среды народной, вот эти все элементы христианство, христианская терминология, но под ними скрыто совершенно другое что-то, и вот разъединить это нельзя, и термин двоеверие здесь наиболее уместен в данной ситуации. И это все шло, и до сих пор это вот спорят, это признали, и теперь спорят, когда же двоеверие закончилось там. Да, ну ладно, пусть оно там в Киевской Руси оно было там, да, когда-то там давно, в 15 веке еще было, а вот потом уже не было. Все, потом уже, значит, это христианство все собой заполонило, и все эти языческие элементы, они где-то там на такой периферии, что о них не стоит и говорить, это трата времени там. Но забывают другое, я всегда напоминаю, каким образом происходило вот этот симбиоз народных вер, не христианство. Если все эти ученые, вот о которых я сказал, которые сейчас делают большие работы, но они, к сожалению, смотрят на все взглядом таким, что это был такой объективный, нормальный, естественный процесс. У них даже фраза есть «живое взаимодействие» между народными верами и христианствами. Они пластично и прочно, значит, переплетались там. То есть вот такие вот формулировки, которые это как-то убаюкивают, успокаивают, да, кажется, как все хорошо. На самом деле это была кровавая бойня, если это называть вещи своими именами. И если мы посмотрим те указы 17-го века, 18-го века, как это живое взаимодействие осуществлялось, то просто придем в ужас. Это была тотальная война против русского фольклора, на самом деле, тотальная, которую развязали верхи аристократическо-дворянские, сгруппировавшиеся вокруг Тротрона Романовых. Ну и, естественно, церковь, которую они изобрели по тем же иезуистским лекалам в Киеве, и которая стала, это церковь господствующей благодаря их, так сказать, стараниям и заботам о православии. Я напомню только один указ. 17-й век, даже я не буду говорить, потому что в архивах выявили уже сотни дел. Счет идет на сотни дел, может, уже и больше тысяч, там постоянно их выявляют в самых разных архивах 17-го века. Это следственные дела, преследование за всякое там колдовство, как тогда называли там, чародейство, что-то еще, вражбу, вот самые эти термины. Но даже, я напомню, 25 мая 1731 года Анна Иоанновна, когда она только зашла на престол, вот только-только императрица, то она заботилась выпуском указа, что всех знахарей смертная казнь, сожжение. Причем не только знахарей, а даже тем, кто прибегает к их услугам. Это чего такое? Вот. И я просто всегда обращаюсь к этим ученым, вот так вот, да, заочно, естественно. И всегда говорю, это какая пластичная, органичная, живая связь, что ли, была, когда ты ходил под, в общем-то, смертным приговором, фактически. Какой-то естественный процесс. Это насильственный процесс, и, естественно, народ вынужден был прибегать к христианской терминологии, поскольку выхода в этих ситуациях не было. Вы попробуйте какой-нибудь обряд сделать без упоминания библейских лиц первого ряда, а потом пойдете на костер или на каторгу. Конечно, все включали эти библейские все персонажи и Ветхого, и Нового Завета в той или иной последовательности всех там святых, которых можно выносить круглый год. И поэтому все это органично вплелось. Но это не была живая взаимосвязь, это было насильственное давление, которое деформировало народные верования, и они приобрели вот такой вот вид, что теперь мы пытаемся это распутывать, чтобы понять, что же там было в действительности. А вот что касается мировоззрения славян, насколько оно было развито в то время? Абсолютно, потому что вибрационное восприятие мира, мир как вибрационная среда, это на порядке выше механико-материалистического подхода, взгляда на мир. Просто опять-таки нам говорят, что все наоборот дело обстоит там. Но это неправда, потому что на самом деле, вот я уже сказал, механико-материалистический подход – это разделение, специализация наук. Все на кубики делим, это началось с античности. Ну, тогда давайте поясним, что такое механико-материалистический подход. Математика, физика, в современном смысле слово, атомы, все делим, значит, все разделяем, значит, выделяем специализацию, научная школа одна, научная школа другая, они начинают между собой грызню, всякую, такое мудрствование, такое, вот отсюда и выражение, это вот очень хорошее есть в греческой мифологии, вот это вот путеводная нить, как-то, чтобы выйти из этого лабиринта, этого мудрости, потому что без этого выйти нельзя. То здесь вибрационные картины мира совершенно другое, подход, другой взгляд. Взгляд, который воспринимает весь мир, включая тот свет, нераздельно, слитно, нет разницы между этим, потому что смотрят не на конкретные данности, которые в нашей действительно существуют, а смотрят на их природу, а их природа, она вибрационная, волновая. Но нечто подобное, это вот сейчас можно сказать, это постоянно к этому сейчас возвращается, это пытается пропагандировать квантовая физика, что все частицы, они не материальные, а волновые. Но на них пока смотрят с недоверием большим там, да, вот, но тогда никто не выяснял, это была данность и истина для всех. Просто в чем разница? Вся наша культура, вот эта механик материалистическая, она книжная. Кстати, религиозная тоже. Библия, это же книги, на самом деле, как переводится, ислам, Коран, это тоже книга читать. Все связано с книгой. А та цивилизация, она устная, она руководствовалась совершенно другим подходом к хранению знаний. Тогда руководствовалась, знаете, какой афоризмом, если можно сегодня сказать, все, что написано, то забыто. Представляете, насколько глубокая мысль, если ее сразу не откинуть, как бредовую, а попытаться с ней пожить и подумать, что за этим стояло. То есть, то, о чем люди говорят, это не нужно записывать, это живет из поколения в поколение. То, что живет среди них, то, что является практическим инструментом знания, как естественное действие. А здесь книга, туда, значит, ее набили, и вот теперь, значит, напочитай это, напочитай то. То есть, это совершенно другое структурирование знания. И оно более примитивное. А нам говорят, что наоборот, оно, значит, это более прогрессивное и продвинутое, а это какой-то бред сивой кобылы. То есть, чем нам надо больше применять те знания, которыми обладали наши предки? Конечно. Больше узнавать о них. А чем мы больше узнаем, тогда мы сможем ими уже распорядиться и будем знать, как. Благодарю вас, Александр Владимирович, за беседу. Спасибо. А нашим зрителям я напоминаю, что в гостях у нас был профессор МПГУ, а также доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Славянский разлом. Александр Пыжиков. Кому и для чего понадобилось делать Киев центром русской истории? Какие преступления против славянских народов покрываются этой исторической концепцией? Профессор МПГУ, доктор исторических наук Александр Пыжиков предлагает новый взгляд на прошлое российского государства. Католическое крещение Руси. Польско-литовский проект на русском поле. Секрет успеха Емельяна Пугачева. Раскол как гражданская война. Династия Романовых как пятая колонна. Славянский разлом. Покупайте в интернет-магазине концептуал.ру Узнай больше на Концептуал РФ.